доброго времени суток мои дорогие зрители и подписчики девочки и мальчики с вами канал автора надежда сегодня таро театр кукол и сегодня рядом со мной еще лежит метафорические ассоциативные карты которые называются дуэт посмотрим сегодня тему что осознал на данный момент загаданный человек о вас что именно произошло в его сознании и какое пришло понимание такую тему мы с вами сегодня сделаем все ссылки на мои ресурсы на случай блокировки youtube вы найдете в описании под видео и также в закрепленных комментариях стараюсь максимально быстро все закреплять также не забывайте что vpn в некоторых случаях может помочь на нужный вам ресурс потому что блокируют instagram заблокировали уже facebook и twitter но и о ю тубе пока еще идут слухи но они с каждым днем все сильнее и сильнее поэтому если вам нужно попасть на тот или иной ресурс позаботьтесь о том чтобы поставить и на свои смартфоны и на пока если вы пользуетесь компьютерами эти программы и сегодня как я уже сказала тот расклад который поможет нам посмотреть понимание и осознание не забывайте что в это время очень важна ваша поддержка виде лайков виде комментариев и если вы не подписаны на канал то подписывайтесь потому что многие блогеры уже побросали свои каналы кто-то выпускает видео во много много раз реже и только те кто остались действительно и мне безразличные судьба канала и те люди те зрители которые смотрят их канал душа болит сердце болит понимая что кто-то очень ждет твоих видео я например не могу пока взять все это бросить как многие другие блогеры поэтому таких блогеров я попрошу пожалуйста поддержать тем способом которым вы можете это все быстро и не занимает времени лайк подписка как минимум комментарии конечно в купе да был бы очень очень хорошим таким дополнением ну что давайте смотреть начиная с сигнификации что происходит в отношениях на данный момент здесь особо ничего не происходит и причем здесь женщина уже уходит в тишину да вот буквально уйти задвинуть за собой шторы закрыть дверь и чтобы все чтобы никакая информация не была доступна вашему партнеру вы не хотите чтобы он знал о вас не хотите чтобы он получал хоть какие-либо сведения о том как вы живете чем вы занимаете что происходите что происходит в вашей жизни как будто вы знаете вот так вот махнули рукой и уже вот здесь не показано жалость здесь не показано сожалению здесь уверенность в правильности того что вы делаете в понимании того что вы делаете но я хочу сказать здесь в противовес тому что вы сейчас просто уходите ваш загаданный человек он похоже об этом вообще не в курсе потому что он считает что никуда вы не денете здесь пообидитесь обижаете да по психуете все это у вас внутри перегорит и никуда вы не денетесь и в любом случае вы появитесь свяжитесь с ним напишите если не напишите вы то он более чем уверен что стоит ему самому проявиться как сразу же выйдете на контакт потому что здесь тройка пентаклей который всегда говорит это работа это взаимодействие это совместное получение каких-то результатов труда обсуждения здесь эта карта еще называется ожидание на то есть так или иначе здесь мужчина говорит что все по плану на все в порядке вот насколько здесь энергия в двух этих картах разное в одной карте мы видим отшельника который уходит ему уже все равно старший аркан другой карте мы видим как беззаботно да вот на веревочной здесь качели качается и думаю что все будет хорошо но здесь не тут то было потому что отшельник всегда нам напоминает о том и говорит что выводы сделаны и я понимаю что мне оставаться в этом окружении этом в этом обществе в этой ситуации собственно уже незачем пора пора двигаться пора уходить что еще происходит в отношениях на данный момент женщину здесь обидели в любом случае но кстати мужчина тоже обижены здесь ведь снова король и королева мечей которые но друг от друга во первых много знают во вторых они в чем-то похожи и самое главное в чем похожесть вы оба умеете обижаться вы оба умеете быть мстительными и у вас у обоих здесь в принципе терпения хватает здесь нету торопливости здесь нету ни в одном ни в другом случае страха того что будет поздно если я сегодня там или завтра не напишу что если я сейчас не выйду на связь мы можем расстаться окончательно вот этой вот напряженной ситуации связаны со страхом потери я здесь не наблюдаю здесь два человека которые каждый находится вот в своем ментальном мире для вас этот мир уже заканчивается и он уже во мне интересен для вашего партнера наоборот да что все нормально все в порядке не сейчас так попозже и действительно вот ваша похожесть может создать ситуацию когда вы очень долго можете находиться в паузе очень долго быть холодными по отношению друг другу если опять же посмотреть здесь накал страстей я их тоже здесь не вижу вы холодная загадочный человек загадочный но видимо он точно загадочный загаданный вами человек тоже здесь холодный отстраненный много думаете оба но а по факту здесь вот такие вот выводы которые вы сделали они в этой ситуации не утешительны потому что в той атмосфере в которой вы находитесь вы действительно можете друг друга потерять тоже каждый себе на уме каждый гордый каждый обидчивый каждый может быть очень сильно мстительным и каждый может настолько вот в себе закрыть все чувства не показывая другому что будет действительно на самом деле казаться что это по-настоящему и чувств никаких уже на дуэте еще сигнификацию вы поменялись ролями свое время поменялись ролями если когда-то ваш мужчина был ответственный казался храбрым казался уверенным в себе казался человеком который все может взять свои собственные руки то сейчас это делает женщина женщина спокойно вот опять же даже страха да нету уйти она приняла решение она шаг вперед сделала у мужчины а все в порядке да все хорошо и опять же да здесь больше мужской энергетики идет не странно на то что здесь для меня сейчас женская позиция а здесь больше женской энергетики здесь у меня мужчина и вот карта точно также да вы просто переоделись вы поменялись ролями и похоже здесь ваш мужчина теперь считает что вы должны о нем заботиться вы должны первое те делать шаг но раз вы взяли на себя такую роль принимать решение быть более серьезно быть более надежно увидим и продолжай да никуда не денешься как я грел да вот каждый своей дорогой но вообще здесь по карте еще пересечении ваших путей она здесь безусловно будет вы все равно здесь должны еще встретиться сейчас тогда спрошу для чего здесь ваши линии судеб будут пересекаться видимо еще не до конца обсудили все не до конца договорились для чего это кому ну здесь женщина если уходит она уходит да здесь вашему мужчине придет на ум какая-то гениальная идея по его мнению гениальный план который как он считает вам понравится но то что было в самом начале что если вы не делаете первый шаг через какое-то время он сделает в полной уверенности что он увидит вашу заинтересованность вы его не отправите вы его не пошлете как минимум выслушаете а он здесь просто будет хитрить мудрить чтобы вы не удержались от соблазна его выслушать а может быть это будет какое-то предложение причем это не может может не связано предложение быть с любовными взаимоотношениями на первый взгляд давай обсудим с тобой там какой-нибудь проект да там давай вместе по работе у меня есть предложение там обсудить какое-то дело и вроде бы казалось бы это никак не пересекается с отношениями но с другой стороны план это здесь он вынашивает вполне себе любовной направленности но что вы для себя здесь должны четко знать честным он во-первых не будет потому что здесь снова вас затягивание в ситуацию которая вам не нравится а для тех кто сейчас пытается уйти или уже смотрит постфактум да вы ушли из любовного треугольника то загадный человек вас снова хочет попытаться вернуть на вот ваше место там в определенном углу это геометрической фигуры любовной тематики не может здесь расстаться с вами абсолютно поэтому наблюдая всю какую-то безысходность наблюдая что вы действительно уходите и уходите окончательно карта здесь такая прям очень очень грустный до карта завершения наблюдая за всем этим понимая что все занавес опущена уже собственно все будет придумать как вас пытаться вернуть ну хорошо теперь давайте смотреть что он осознал вот что 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 так хочется спросить что ты осознал на данный момент той девочки девушки женщины которая смотрит сейчас этот расклад но что он не может без вас и безусловно здесь здесь карта сила вы как очень сильный магнит которому он притягивается и это тяга очень очень сильная он не может ей сопротивляться вы несмотря но мы не будем забывать что здесь вы оба сильно похожи друг на друга даже если не внешне то внутренне мировоззрение убеждения там характер там какая-нибудь вредность ваша сильно сильно похожи и здесь не мудрено до что вы будете притягивать человека к себе ваша похожесть вас объединяет а ваша разность дополняет нюансы определенные чтобы уж совсем не заскучать поэтому здесь и будет дальнейшем рождаться какой-то хитрый план на здесь карта идеи называется хитрющий хитрющий план чтобы снова вернуть вас в отношения разными всякими способами потому что не может он без вас он не может смириться с даже с мыслью что вас его жизни не будет это непоправимая ошибка для него вы даже когда ругаетесь вы очень похожи друг на друга даже когда ругаетесь оба эмоциональные оба какие-то взрывные нужно эмоционально что-то доказать что одному что второму но что он осознал что любым возможным способом какой только получится под дурака значит под дурака появится какая-то серьезная идея значит он вооружится этой серьезной идеей попробует заманить ваши сети какими-то снова эфемерными несуществующими плюшками и бонусами начали он будет это использовать для него неважно каким образом собственно вот инструмент не важен абсолютно важна цель снова заполучить вас в отношении самое главное что именно он осознал что он вас все равно будет возвращать здесь рано или поздно я скажу так потому что здесь карта звезды 17 аркан он всегда нас охлаждает немножечко в желании получить все все быстро и в сжатые сроки звезда говорит что нужно набраться терпения и в будущем все будет но нужно подождать нужно время для реализации всего снова ведь парная карта вам вместе хорошо даже если вы ругаетесь даже так вы оба ловите кайф пусть даже вы его не осознаете но этот кайф определенно есть и когда у вас все хорошо вы тоже вместе на одной волне как можно сейчас хочу спросить как можно тогда спасти эти отношения можно ли их спасти здесь видите здесь перекидывание чувств от одного к другому почему ты не говоришь про любовь или раз ты меня любишь ты должен сделать это если бы ты любил ты сделал бы так вот здесь вот игра на эмоциях игра на сочувствах попытка вогнать человека в состояние вины чувство вины перед другим человеком здесь ваши отношения не нужно приравнивать что если ты любишь значит и там для меня должен сделать все далее если бы любил здесь ваши отношения в противовес вы же оба очень сильные менталы поэтому подыгрывание любовными чувствами эмоциями попытка ими заигрывать или манипулировать ни у одного ни у второго из вас не получится вы два логика и вы два стратега и для того чтобы ваши отношения можно было спасти а здесь есть все шансы несмотря на то что карты горы что а если вы оба будете вот так вот стоять каждый на своей позиции вот и каждый думая о чем-то своем вы так и будете стоять но стоит только одному повернуться и сделать шаг в сторону другого а второму не закрыть эти двери и не сказать иди уже потому что полом о молчании вы должны знать что оба обидчивы и оба гордые и если в тот момент когда человек делает усилия над собой там извиниться да даже просто после какого-то неприятного разговора расставание делает шаг а его снова разворачивает вряд ли он появится может там спустя там долгие-долгие годы когда уже все забыла и вроде было вроде не было вам загадным человеком здесь нужно договариваться здесь отношения не могут быть основаны только на любви да вот наше наши отношения мы любим друг друга и все нам все по плечу ваши отношения должны основаны на разумном расчете хоть и говорят что брак по расчету вещь такая себе но вот брак по расчету как раз таки более прочная вещь нежели брак по любви сегодня люблю там завтра не люблю обиделся там еще что-то и все до препирательства ты меня не любишь вот здесь вот в этих отношениях они были вам просто стоит договориться вам стоит подумать что вы друг другу можете дать и на этих основаниях продолжать ваши взаимоотношения не пытаться тянуть одеяло каждую свою сторону могут и присыпать все это чувствами я не говорю что здесь не надо любить друг друга нет я говорю о том что не надо манипулировать чувствами и любовью то что чувство у вас не в любом случае здесь есть но но как можно и ругаться и быть вместе и от обеих этих полярных ситуаций получать удовольствие конечно здесь чувство есть вы можете еще раз загадным партнером здесь договориться может быть ваш партнер здесь да вот в своем понимании поначалу мне конечно тоже было интересно вы уходите а для него все в порядке но с другой стороны если так уже этот расклад посмотреть с точки зрения перспектив ваш партнер прав что в ваших отношениях все еще может поменяться и поменяться в лучшую сторону для вас вам нужно просто уметь договариваться и не пытаться давить на жалость на чувство на стыд на совесть просто договоры и это будет залогом для этих отношений чтобы они продолжались были стабильными были крепкими и были надежными мы еще с вами посмотрим на что он надеется на его личные надежды то что у него в голове то что у него в душе мы это не смотрели но я вам напомню пожалуйста лайки комментарии подписки я думаю вы вы должны понимать что это сейчас важно и это та мотивация на которой хочется что-то делать и продолжать делать вот мы видео его надежды на что он надеется не просто его мечты да а вот именно надежды вот который ему хотелось бы воплотить я желаю вам приятного просмотра и до встречи новых видео пока пока